По поводу задачи, которая была в 12-м войне. Опять-таки, саму задачу слушатели могут и сами решить. Она не такая сложная. В общем, если вы какую-нибудь первую решили, то понятно, что это решается приблизительно так же. А мне самое интересное, как раз выяснить, а почему вообще такой граф существует. Цисло вершины каждого N, дальше степень A, а вот так же в этой задаче стоят два числа, 2 и 2. Это означает, что независимо от того, две вершины соединяются ли бром или нет, только две у них есть вершины, которые смертность не имеют сомнения. Или другими словами, любые две вершины, ну важно, соединяются ли они ребром или не соединяются, всегда лежат ровно на одном цикле 1 и 4. Вот, что это означает. Я уже говорил, что в простейшем случае, когда A равно 3, а A равно 4, такой пример, конечно, и есть. Это вот такой полный граф на четырех вершин. То есть четыре вершины и все возможные ребра будут применены. Ясно, что любые две вершины лежат на этом цикле. Любые две вершины должны быть противоположными вершинами в цикле длины 4. Ну да, 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 да. Да, мы были две вершины должны быть противоположными. Ну вот, в полном графе это как разница. Но существуют и другие примеры. Ну вот, оказывается, именно для этой конкретной задачи тоже используется зрение теории Матери. Можно доказать, что здесь еще один, один, ну не один пример, а одно значение A, при котором такие графы могут существовать, а именно A равно 6. Ну а N тогда равно 6. Короче говоря, вот есть еще сильный регулярный граф, в котором 16 вершин, из каждой вершины выходит 6 периодов, и любые две вершины лежат на цикле длинных 4 лиза. Других примеров просто не существует. Это можно показать. А как послушать эти примеры? Ну вот один пример довольно простой. Хотя для него тоже, конечно, надо догадаться. Это вот что такое. Возьмем квадрат и разрезаем его вот на 9 с половиной с половиной. Вот эти точечки, ведь будет 16, мы рассматриваем как мышели, ну а отрезочки как лёгра. Вот у меня здесь было графа, 16 вершин. Но, конечно, он не представляет нашего условия, потому что он, во-первых, не совсем регулярный. Тут видите степень 4, тут степень 2. Но его можно превратить в регулярный граф. Каким образом? Вот каким образом. Любые две вершины, вязавшие на одной линии, мы соединяем в этом графе ребро. Ну, например, вот эти пары, они и так уже с этим ребро. То есть мы какие ещё лёгра проводим? Такой ребро наведём. Вот такое. И вот такое. Ну и точно так же мы поступаем на остальных. И теперь то же самое делаем, делаем по вертикали. То есть вот так проводим, вот так. Ну и я уже не буду дальше шевать, потому что... Описание этого графа можно вот как сделать, чисто формально. Его овершинами будем называть упорядоченные пары чисел и ежи. Такие, что эти числа лежат в пределах от 1 до 4. То есть 1, 2, 3, 4. Ну и ясно, что таких пар будет ловно 16. 1, 1, там и так далее, вплоть до 4, 4. Вот это и будет вершина нашего графа. На самом деле, просто координаты вот этих точек. Если мы возьмем вот эту точку с координатами 1, 1, то тогда вот это будет координатами 4, 4. А ребра мы проводим так. Пару и жи и пару а, б. Вот любые две сочины. Мы соединяем ребра тогда и только тогда, когда либо их первые компоненты совпадают, то есть и равно а. А жи и б не обязательно. Или когда их пары, там они совпадают, то есть жи равно но, а и а. То есть пары вершинцы имеют ребром подряд только тогда, когда они совпадают ровно в одном месте. Ну в двух местах они не могут совпадать. Это не вообще. Вот только такие ребра правы. Ну я фактически так и делал. По каждой лени я провел все возможные ребра горизонтальные и по каждой лени. Ну и теперь смотрим. Теперь степень каждой решины в этом графе уже будет равна 6. Потому что вот, например, вот эта решина, сколько из нее выходит? Раз, два, три. Три ребра. Поним? Еще вниз. И вниз. И вниз. А вниз тоже 3 ребра. Раз, два и три. 6 ребра. Ну и точно так же для любой другой вершины, где бы она ни была. Значит, регулярность проверяется. Легко. А теперь проверим, что любые две вершины лежат на единственном цикле для личного. Ну смотрите. Если две вершины у нас, ну например, вот скажем ему, не лежат ни на одной горизонтали, ни на одной вертикали, то для них можно подсунуть вот такой прямоугольник, у которого эти две вершины образуют диагональ. Так вот, вот эти две вершины, если взять, они как раз и соединяются лёгками. Вот такое лёгко есть, такое, такое, такое. Вот у вас цикл длинный цикл. Ну и ясно, что других цикл длинный 4 нет, которые содержат эти две вершины. Ну а если на одной вертикали, то, соответственно, две остальные точки этой вертикали. Да, да, да. А если на одной вертикали или на одной горизонтали, то берём остальные две точки на этой вертикали. они тоже как-то неизвестны. Вот такая замечательная конструкция. Удивительным образом есть совершенно другой граф с теми же характеристиками. И больше других графов нет. Это показал индивидуальный математик Солик Хранде. Пишут в 59-м году. Солик Хранде. Спасибо. Солик Хранде. Спасибо. Спасибо. Солик Хранде. Спасибо. 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 Солик Хранде.